Добрый день, дорогие друзья! В гостях у нас Александр Пантюков, уже не в первый раз вам знакомый психолог, судебный эксперт. Здравствуйте! Добрый день! Александр, в Телеграм-канале я уже вкратце знакомил читателей в общих чертах с твоей ситуацией. Расскажи, как ты вообще всё это воспринимаешь? Что происходит? Почему? Ну, во-первых, так скажу, ситуация, во-первых, достаточно печальная, во-вторых, ну такая странная, очень-очень странная. Я сразу начну с чего? Наверное, я должен извиниться. Я должен извиниться как должностное лицо, что я так же, как и все мы, много лет слышал о проблемах, которые вызывает ювенальная юстиция. И, ну, как и все, проходил мимо, да, считай того, что меня это не коснётся, нет, коснулось. Коснулось напрямую, коснулось непосредственно меня и моей дочери. Ну, дочери моей супруги, которая три месяца назад умерла. Я был вынужден, ну, не вынужден, а как, ну, единственное верное и правильное для себя решение, я принял то, что я буду оформлять опеку, я буду до 18 лет дочь воспитывать. И вот в этот момент началось моё очное знакомство с такой организацией, как органы опеки. И могу сказать, что знакомство, знакомство, ну, такое тяжёлое оказалось. Да, действительно, данные ребята действуют очень странно. По любой их прихоти, да, могут они неожиданно прийти и, ну, так сказать, совершить какие-то действия, которые они называют соблюдением прав ребёнка, защитой интересов ребёнка. Да. Конкретно в моей ситуации, конкретно в моём случае, в моей ситуации, что было, это мне на работу в 9 утра был неожиданный звонок. Звонил классный руководитель и социальный педагог, которые очень требовали, чтобы я их допустил в помещение, и они хотят осмотреть мою квартиру. То есть вы должны бросить все дела, всю работу? Да, всё, всё, просто прекращаю, а то мы сейчас просто развернёмся, уйдём, а в акте напишем, что ты нас не пустил. То есть как я их мог пустить? То есть, понимаете, даже вот сама... А вообще-то это шантаж называется. Ну, вообще-то называется превышение должностных полномочий. Ну, это будет квалифицировать следователь. Ладно, хорошо, в этот день мы решили этот вопрос, я запустил сотрудников школы, классного руководителя и социального педагога. Да, составили акт осмотра помещения, я с ним ознакомился, нареканий никаких не было, в чём я и расписался. Попросил, я говорю, давайте, говорю, я сегодня, сегодня, завтра я приеду, копию акта заберу в свою. И на следующий день, на рецепшене школы, я вижу, лежит информационное письмо, которое школа направляла, ну, скорее всего, на отдел опеки, адресат там не был указан, информационное письмо о жилищно-бытовых условиях. Я читаю содержание, я прихожу просто в шок, потому что содержание там геометрально противоположное, и, ну, естественно, возникает вопрос, а как это вы так написали? Потом, в этот же день, это всё было вот 31 мая, в этот же день меня пригласили в органы опеки, в 15 часов предъявили для ознакомления такое странное заявление от человека, с которым я с 2016 года не поддерживаю отношения, отношения там, ну, враждебные. Я читаю содержание этого заявления, ну, я просто смеюсь, я говорю, по пунктам, по статьям разбиваю, любой довод, сразу. Ну, мне предлагают, говорят, а вы не против, если мы проследуем, сейчас посмотрим квартиру, я говорю, без проблем, поехали. У меня как бы, ну, за сегодня у меня уже один есть, чего мне бояться. Сотрудники опеки приехали, там устроили шоу ЦИР, ну, реально шоу ЦИР. Я так думаю, при них видеокамера была, потому что все театральные действия совершал один сотрудник, а второй стоял на удалении. Ну, ладно, хорошо, ввели скрытую видеофиксацию, ладно. Ну, давайте... Ты говорил, что они делали акцент на том, что пахнет собакой. Да, значит... То, что как раз на камере невозможно зафиксировать, но крики... О, боже, тут такая вонь! Как здесь воняет, и там вся квартира в говне, полная антисанитария, да как вы здесь живете. То есть, ну, понимаешь, я просто смотрю, две взрослые женщины так себя ведут, ну, так сказать, шокирующе. То есть, в один и тот же день акт «все нормально», чуть попозже «все в говне», «все антисанитария». Они, находясь на личной площадке... Нам-то сейчас весело, потому что мы понимаем, что как бы им уже по голове начинают стучать, и ты человек опытный, ты быстро среагировал, а люди, которые сталкиваются с этим, им-то вообще не смешно. Им абсолютно не смешно, Паш, да, и вот эта неделя, вот эта неделя, где, извини, мы с дочерью сидели просто как на иголках, реально как на иголках. Да, ну, да расскажу, два представителя отдела опеки, не заходя в квартиру, отказываясь заходить в квартиру, мы туда не зайдем, остались на личной клетке в подъезде, просят пригласить Алису, дочь. Я говорю, она не выйдет, у нее температура. У нее в этот день была температура, и она находилась дома, ну, болела, приняла лекарство, болела. Они начинают кричать, ее вызвали все-таки, что я им говорил, не надо ее вызывать, если хотите поговорить, пройдите, пожалуйста, в ее комнату, там с ней поговорите. Говорю, здесь сквозняк ребенку может стать хуже. Алиса вышла, и ей просто вот эти две женщины, ну, чуть ли не матом, стали заявлять, что или она уедет к бабушке, которой 70 лет, в Тюмень, то есть она покинет место своего нахождения, что отберут опеку, и если она отказывается, ее отправляют в детдом. У ребенка начинается истерика. Я подчеркиваю, это делали должностные лица, которым заведомо было известно, что три месяца назад этот ребенок потерял мать и остался круглым сиротой. И единственный близкий человек, который находится здесь, это я. Я непрекрасно знаю, что у нас с ней хорошее доверительное отношение, они прекрасно это видели и в беседах, и при встречах, что ребенок одет, обут, сыт, и проблем никаких нет. Но здесь ситуация-то развивалась каким путем? Потому что я понимал на тот момент, что я нахожусь фактически в заложниках, и моя семья находится в заложниках вот этих людей, которые в рамках своих должностных полномочий сейчас просто заберут у меня ребенка. Здесь еще какой момент касаемо должностных полномочий. Когда я оформлял только первично документы, я спросил, я говорю, дайте мне перечень требований. То есть хотя бы вы осуществляете периодические проверки, осмотр жилого помещения, скажите, что вы проверяете? То есть что я, что как проверяемый, я должен обеспечить? Этого списка нет, мне его не дали. Сказали, мы вот смотрим, чтобы у ребенка все было хорошо. Как оценивать это хорошо, неизвестно. Потом методики инструкции, на основании которых осуществляется их профессиональная, так сказать, деятельность. Это второй вопрос. Но это уже в рамках материала проверки, потому что по вот этим фактам, потому что школа фактически фальсифицировала документ, который она передавала. То есть в акте написано одно, в информационном письме другое. По этому поводу ушло заявление в полицию. По факту оказания на дочь психологического давления, что ребенок реально двое суток, двое суток она никуда не выходила, и первые два часа она рыдала. У ребенка был психологический шок. Повторюсь, который наслоился на шок от потери матери. Извините, я судебный психолог. Я знаю тему и знаю, в чем разбираю. Я в этом разбираюсь. И что такое посттравматическое стрессовое расстройство, я тоже знаю. Если данным специалистам эти познания неизвестны, ну, курсы повышения квалификации в помощь. Мы как раз прошлое интервью записывали именно по теме того, что Александр с товарищами организует помощь для ветеранов СВО. Сейчас это очень востребованная вообще история. А между тем сталкивается вот с такой войной, когда родное государство так себя ведет. Это не родное государство, это, так сказать, какая-то функция. Хотя функция тоже вот интересная. Потому что, ну вот, давайте вот вспомним вообще историю появления вопроса. Откуда у нас взялась ювенальная юстиция? Это раз. Второе. Их должностные инструкции и полномочия я стал искать своими силами. Ну, потому что наш профессиональный круг не такой большой. И, в принципе, найти нужных специалистов можно. И вот там поступает такая интересная информация. Что вот, как я тебе писал, да, там некоторые инструкции содержат пункты, которые тяжело читаются по-русски. А есть предположение, что это просто машинный перевод с английского. То есть, если перевести дословно, вот как написано, дословно перевести на английский, а потом уже прочитать по-английски, да, тогда понятно. То есть, вот такое, говорят, есть. Суверенитет, да, иностранные инструкции. Ну, давайте вообще вспомним, кто у нас вот эту тему вообще с ювенальной юстиции продвигает. Вообще, вот скажите, ну, кто-нибудь ответит, вот для чего нужен этот орган, какие его функции, обязанности, инструкции, где это написано. А нигде это не написано. Все декларируют то, что мы действуем на основании Семейного кодекса. Простите, ну, тут сказать нечего. Опять же, опять же, подготовка специалистов. Вот буквально рассказываю, рассказываю случай, свидетелем которого я был сам лично. В ходе судебного заседания. В ходе судебного заседания заслушивают, значит, мнение сотрудника опеки. Суд там был по определению местного жительства детей при раздельном проживании родителей. Ну, грубо говоря, родители развелись, детей делят. Выступает сотрудник опеки. Говорит, я побеседовала с детьми. И вот один думает так, другой думает так. Вот, мы считаем, что надо сделать вот так. Ну, хотя так, вкратце. Я задаю вопрос специалисту. Я говорю, скажите. Я говорю, вот вы использовали методику. Есть такая методика. Беседа. Ну, беседа. Есть, допустим, вопрос-ответ. В режиме повествования. Расширен. Направленная беседа. То есть какую беседу. Я не давал варианта. Я спросил, а какой вид беседы вы проводили? Она не отвечает. Я смотрю на судью. Я понимаю, я говорю, ваше честь. Я говорю, ну, специалист на вопрос ответить не может. Можно я задам следующий вопрос? Ну, да, пожалуйста. Задаю следующий вопрос. Какую методику, кроме беседы, вы применяли для дачи ответа на поставленный перед вами вопрос? Опять тишина. Это ничего не придумываю. Пожалуйста, если кому интересно. Судьбы семей в руках, мягко говоря, непрофессионалов. Я закончу, это еще не все. Какой вид беседы применялся? Ответа не было. Какие методики, кроме беседы, применялись? Опять ответа нет. Мне уже, ну, знаешь, как я на судью смотрю, я смотрю, уже судье неудобно за этого специалиста, потому что она молчит. Я говорю, хорошо. Я говорю, вот давайте вопрос, не требующий подготовки. Назовите свое профессиональное образование, и где вы получали допуск на работу с несовершеннолетними и особенно малолетними. Вот мне, чтобы делать такой вид экспертизы, пришлось учиться не один год и получать много-много знаний. Это достаточно сложный вид экспертизы. Честно сказать, я за них не берусь. Я от них отмахиваюсь, как только можно, потому что, ну, я понимаю свою компетенцию, я понимаю, что это не мое, не мое. Ну, фактически, каждый детский возрастной период, там, дошкольный, это одна вселенная. Это такая сложная тема. Младшие подростки, подростки, да-да-да, это все очень разные вообще. Это очень сложная тема. Я как бы обучиться обучился, ну, знаешь, как в процессе обучения, понимаешь, ну, не мое, ну, не буду. Ну, здесь стоит специалист и дает такие суждения, от которых, извините, у меня и так волосы дыба моя седой. Но усугублять-то не надо, облысею. Вот, вот, пожалуйста, так я подошел к их начальнику, говорю, слушай, говорю, понимаешь, вот такая-такая ситуация была. Я говорю, вы как вообще таких специалистов в суд отправляете? Я говорю, вы понимаете, что вот это, вот это, вот это, до первого специалиста, который разнесет, разнесет просто ваше заключение в хлам. Мне ответ, знаешь, какой был? А нашим сотрудникам такие познания не нужны. Паша, это люди, которые определяют судьбы жизни людей. Вы это, простите, что? Другой пример. Звонит телефон, ну, неизвестный номер, да, у меня Детконтакт стоит, то есть, ну, Детконтакт – это бесплатная программа, которая показывает, как данный абонент записан в телефонных книгах, ну, других людей. Катя – страховка, Катя – Рео, Катя – ноготочки, Катя – секретарша-шефа, Катя… То есть, она везде пыталась подзаработать. Катя – опека. Блин, какой широкий кругозор-то у девушки, а? Вот, работаешь-работаешь, а, бабах, и опека. Это у нас-то, в принципе, скучно. У меня вот открыл, почитал, там, как я подписан. Ну, блин, везде одинаково. Психолог-полиграфолог, эксперт-эксперт, психолог-полиграфолог. Сукота. А тут, вот, пожалуйста, разголи. И туда, и сюда, жизненный опыт. Вам, бах, опека. Ну, баль, хомух, кто тебя взял? Паразапикай. Я думаю, тут лучше оставить, как есть. Ну, это не персонализировано было, а так в воздух. Вот такие специалисты, да, работают, определяют. И вот, понимаешь, я себя чувствую, я себя чувствую, как в заложниках. Вот, ты вот понимаешь, вот, блин, как жертва бытового терроризма. Заложник – это терроризм, это от слова террор – ужас. А заложник – ты ничего сделать не можешь. Ты понимаешь беспомощность своей ситуации. Ну, как бы, да, там, пошли заявления в полицию, в следственный комитет, в прокуратуру. Тебя попросил, чтобы ты на Михаила Геннадьевича вышел. Да, большое вам спасибо. Да, какое-то движение пошло. По крайней мере, уже, ну, я дочери все вот это показал. Хоть у девочки надежда появилась. Потому что она первое время, вот, просто я с работы приезжаю, она рядом садится. Пап, меня не заберут. Пап, меня не заберут. Пап, у меня тут друзья. Пап, ну, я не хочу туда. Ну, я не хочу к бабушке. Я не хочу к бабушке 70 лет. В Тюмени одна. Которая сама сказала, говорит, я не смогу. Я не смогу и не буду. И сама добровольный отказ в опеке же и написала. Вот, вот. Только вот благодаря вот активным действиям, благодаря активным действиям, да, благодаря поддержке, информационной поддержке, другой, да, может быть, мы эту ситуацию как-то сдвинем. Но здесь, здесь, акцентирую момент еще раз. Сотрудники школы внесли в документ информацию, не соответствующую действительности. Двое сотрудников опеки оказывали на ребенка психологическое давление. Это, простите, это те люди, которые защищают права детей? А такие защитники сильно нужны? И вот еще один такой вопрос. Вот вы знаете, допустим, что вот эти методики, да, может быть, и нету этих методик, они в каждых регионах разные. То есть, допустим, если по одному региону предписано, детей в случае оставления их без опеки, ну, там, родители отсутствуют, ребенок потерялся, сиротой остался, потерялся, его сразу направляют в детдом. А вот в некоторых республиках идет предписание сотрудникам о розыске и установлении родителей и родственников. Так, разницу почувствуйте. А где, в каких регионах, так, в каких сяк? Будут у меня на руках документы, да, пожалуйста. Сейчас пока это предположение. Я не люблю утверждать, если у меня на руках нет фактуры. Если по этим документам у меня фактура есть, да, я их тебе тогда отправил сразу, ты их посмотрел, да, действительно, что вот такая ситуация. Да, эту ситуацию начали отрабатывать. Мы сначала начал говорить. Мы все ходили мимо этой проблемы, мы знали о существовании этой проблемы. Мы думали, что нас-то не коснется. Не, ребят, вот меня коснулось. Меня коснулось, и я как бы эту ситуацию так не оставлю, и я эту ситуацию, наверное, еще немножко потяну. Потому что вот буквально сегодня утром, сегодня утром читаю местный новостной чат, где сообщается, что дети одной нашей коренной кочевой народности терроризируют город. Ну и там видеосъемка, там, ну, дети хулиганят. Их не трогают. И в комментариях. А почему опека бездействует? А почему опека бездействует? А куда опека смотрит? И там одна, один из комментаторов написал случай. Отобрали у соседки ребенка. Классно, там, из школы учитель написала жалобу в опеку. Ребенка на три месяца у матери забрали. Как бы, знаешь, новым взглядом, смотря на ситуацию, я написал, я говорю, вот мои контакты, говорю, если ваша соседка заинтересуется, пусть приезжает, мы с ней встретимся, поговорим. Потому что мы уже видим, что учителя могут документы не те подписывать. Директор школы подписал, что не тот документ, а печать, подпись директора школы. Как опека работает? Простите, я уже видел. А сколько таких случаев? Я не знаю. Учитывая качество работы, учитывая качество работы... И важный, конечно, вопрос, куда эти дети потом отправляются. То есть это выгодно кому? Чтобы денег больше выделяли на тот же детский дом и чисто бюджетных? Или дело в чем-то другом? Или это вопрос тех, кто заинтересован в усыновлении удочерения здоровых детей? Ну, как бы вопрос открытый. Но я думаю, разберемся. Где интерес забирать ребенка из семьи? Ну вот вопрос. Зачем? Для чего? Кто интересант? Да, это главный вопрос. Опять же, можем мы предположить, что на какой-либо территории, ну вот в отчетах одно, ну как у нас обычно всегда бывает, у нас же по отчетам детей наркоманов нет. Девочки, восьми-девятиклассницы, медикаментозных абортов не делают. И в больницу с этим не попадают. И мальчики за углом, да, там, курят не только сигареты. Ну, может быть. Ну, нет, конечно. Конечно, у нас такого быть не может. У нас мы отчет открываем, да, там же все замечательно написано. Все замечательно. А кто писал? Вот эти? Да? Ну, у них с документами, да, хорошо работать получается. Хорошо, замечательно. Ну, я думаю, я думаю... С документами, да, с детьми, нет. С детьми у нас замечательно все. Ну, Павел, надо смотреть не на детей, а на документы. В документах же все замечательно. Все замечательно. Девочки, девочки не беременеют, мальчики не курят. Все в 21.00 сидят перед телевизором, смотрят программу «Время». А, и пионерами скоро станут. Да, забыл. Вот так. Ну, это ситуация... То есть у тебя помимо реабилитации появился новый фронт работы, разобраться с юминальной ситуацией? Ну, я думаю, да. Мне просто вот поступивших фактов уже хватает. В рамках материала проверки, да, я буду обязательно ходатайствовать об истребовании их должностных инструкций. Их инструкций по выполнению работ. То есть что все-таки проверяет опека. А то мне вот, говорят, были случаи, в акт было внесено то, что на окнах висели пыльные занавески. А в холодильнике отсутствовал йогурт. А никто в руках не держал этот документ, где было бы написано, что у тебя должны быть постираны занавески, и в холодильнике обязательно должен находиться йогурт. Его нет. Мне, по крайней мере, про это неизвестно. Мастерицы по ногтям на свой вкус должны определить, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, у человека есть опыт взбивания шефу пенки на капучино. Ну, это же широкопрофильный специалист. Разберутся. Вот эти, да, разберутся. А как разберутся, я уже видел. На себе. Что бы ты порекомендовал родителям, которые нас смотрят? Что бы рекомендовал? Ни в коем случае не опускать руки. Есть адвокаты, есть юристы, есть интернет. Есть у нас и общественные организации, есть у нас и неравнодушные люди, и я уже в их числе, которые в этой ситуации могут помочь. В первую очередь надо громко заявлять. То есть, как я понял, для вот этих людей моя реакция на ситуацию, она была нетипична. То есть, они привыкли к терпилам, так сказать. Да. Ну, а сейчас, когда ситуация стала как-то... Они посидели и подумали, ой, что-то пошло не так. Тут информация стала доходить. Да ни о какой лишении опеки вопрос там не стояло. Да там вообще, да мы пошутили вроде как. Александр Александрович сильно близко к сердцу это все принял. Ну, и как-то... Какой странный. У него ребенка забирают. Какой странный. Да, вообще. Не, ну там мне про ребенка еще отдельно рассказали, как меня уговаривали. Сначала уговаривали, потом уже намекали. Меня же педофилом чуть не назначили. А ребенок вам не родной, девочке 15 лет, а вы, мужчина, еще молодой. А вдруг это... До меня 15 минут доходило. На 15 минуте до меня только дошло, что мне пытаются объяснить. Ну, я ничего не сказал. Хотя в приличных домах на такое положено резкий ответ. Сапогом. Ну, вот, в принципе. Я не знаю, чем мотивировано такое поведение. Я сомневаюсь, что каким-то заявлением от человека, который меня не видел уже много лет. И тем более со мной не общался и в нашей квартире не появлялся. Желаем вам успеха, вашей девочке здоровья. Будем ждать с нетерпением тех материалов, которые удастся накопать по теме ювеналки во всероссийских масштабах. Что-то мне подсказывает, что там и деньги крутятся серьезные, раз такая проявляется прыть. И из всех возможных профессий мастера по маникюру рвутся именно в ювенальную юстицию. Ну, я в интернете почитал. Там эпитетов и описаний сотрудников, которые там работают, очень много. Ну, с большей частью я с ними, наверное, соглашусь. Дорогие друзья, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Возможно, вы тоже сталкиваетесь с чем-то подобным. Александр, до новых встреч. Спасибо. На связи. Материал будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok